Дорогие друзья, дорогие служащие, это слово сегодня. Хочу говорить о том, что Господь близи нас. Вот Он рядом, мы не всегда Его ощущаем. Иногда нам хочется как-то Его лучше ощущать, но Он здесь, и в это надо просто поверить. Давайте я прочитаю из Псалма 138, 6 стиха. Дивно для меня видение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду я от Духа Твоего, и от лица Твоего, куда убегу? Сойду ли на небо Ты там? Сойду ли в преисподнюю? И там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня, тесница Твоя. Вот так говорил Давид. У Давида были сложные ситуации в жизни, особенно потому, что он был так, в общем-то, высоко поднят Богом, да и людьми. Мы так вспомним, как он сражался с Голиафом, как сам царь ему дает свои одежды. Потом он женится на дочери царя, сын царя его лучший друг. И вон так сказать, все у него так здорово. В боях он побеждает, и вдруг царь обращается против него. Он хочет его убить. Он должен от него куда-то бежать, по горам, везде там со своими людьми. Ну, в общем-то, очень тяжелое время. И он переживает, что все равно Господь с ним. Он поддержит, он понес его через все эти трудные ситуации. Интересно, случай, который я прочитал от матери Терезы. Замечательная женщина. Сколько она сделала для сирот в этом мире. У нее есть книга, так сказать, «Приди», «Ком займайн лифт» по-немецки называется, «Приди, будь моим светом». И в этой книге она говорит, так сказать, вот были случаи в жизни, день и два, и месяц, она не ощущает Бога. И тогда она опять молится, и опять. И в конце концов приходит к такому решению. И если я твою близость не буду ощущать, все равно буду пробовать любить тебя. Любить так, как никогда в жизни не любила. То есть все равно любить всем сердцем, всем разумением, всем существом Бога, даже когда его не чувствуешь. Это сильное решение, и оно обязательно поможет нам в жизни. Другая история мне очень тоже дорогая. Я слышал о женщине, которая в Индии из высокой касты. Она переживала очень тяжело, что мать болеет, и вот, ну, при смерти. Она так молилась, обращалась ко всем богам. У них там много богов, в их храмы шла, приносила какие-то жертвы, молилась. И в конце концов пришла к решению, нету живых богов, все мертвые. И тогда она так начала уже у христиан где-то спрашивать, нашла девочку, спросила. Да, наш Бог исцеляет. И она помолилась к этому неизвестному Богу христиан. И если ты есть Бог, то проявись в жизни, дай исцеление матери. И она слышит потом как бы голос в себе, такой голос, который говорит, все стою у двери и стучу. Если кто откроет дверь, я войду и буду с ним вечерю совершать. То есть вот такие слова, она их записала. Потом начала искать, где они могут написать, да, в этой христианской книге. Пока эту книгу нашло, прошли месяцы. Нашла, она прочитала всю ее сразу от корки до корки. И в конце, кстати, она находит в откровении Иоанна слова, где написано, «Се, стою у двери, стучу, кто откроет мне, с кем я буду вечерю делать?» Да, вот это вот очень здорово. И потом она говорит, да, Господь, это Твои слова, войди в меня. Она стала, как сказать, сильным служителем Божьим, очень многое сделала во славу Божию. Потому что она вот так вот его восприняла, приняла в свое сердце. И нашла его, потому что тот, кто ищет, тот находит его. Псалм 33, 19 сказано, «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренным духом спасет». Да, именно когда наступает ситуация, когда ты не знаешь дальше сам. Ты все попробовал, не получается. И когда ты приходишь к нему, как эта женщина, и взываешь к нему, он близок к тебе, к сокрушенным сердцем. Когда ты знаешь, я сам ничего больше не могу сделать, только Господь может помочь, только Он может открыть путь. Тогда происходит то, что Он дает свои слова. Допустим, в тебе в памяти приходят слова Иисуса, «Я с вами до конца дней». «Я вчера, сегодня и вовек тот же». Или, допустим, для меня нет ничего невозможного. Мы читаем вот эти вот слова, или они просто приходят к нам как-то в памяти, и среди них мы находим Иисуса, мы начинаем опять крепко держаться, потому что эти слова звучат как слова Бога. У нас мы находим силу. Идем дальше. Смотри, что написано в Псалме 22,4. «Если я и пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посор, они успокаивают меня». Этот Псалм многие знают наизусть. Вот именно ты идешь даже долиной смертной тени. Вот смертью здесь пахнет, уже не знаешь, как дальше. Болезнь, трудности, не хочется больше жить. И ты взываешь Господу, и вдруг Он своей рукой тебя поддерживает. Это так сильно. Я думаю, надо всегда помнить о словах Иисуса, когда Он сказал, «Я ухожу, но придет Дух Святой, и Он вас всему научит. Он будет с вами и в вас будет. Одно дело быть вокруг нас и быть в самом человеке». И так и пообещал Иисус. И когда этот Дух в тебе, Он тебя прежде всего утешает. Вы знаете, много всяких жизней бывает, вот как говорит мать Тереза, но не ощущает Бога. Вот момент у нее, такой посвященный женщине, такой момент. И когда ты все равно, так сказать, Господь, я твой, ты мой, и опять, так сказать, возвращаешься, и находишь Его, находишь Его близость, находишь Его слова, находишь утешение. И в этом как раз изюминка того, чтобы знать, Он с нами, Он всегда, мы от Него никуда не уйдем. Где бы на высоте, внизу, всегда Он с нами. О, Господи, помоги нам, своим духом, показывай, как Ты с нами, как Ты нас любишь, чтобы мы всегда обращались к Тебе и находили у Тебя на все ответы. Спасибо, Господи. Аминь.